Уважаемые коллеги, прежде всего я хотела бы поблагодарить вас за приглашение. Для меня большая честь принимать участие в данной конференции. Но я вот приехал чуть позже, это был самый ближайший рейс, который позволил мне прилететь сюда. И, конечно, я услышала очень много вещей о современной урологии, также о гибких эндоскопах, и также, что гибкие эндоскопы могут использоваться, особенно для больших камней. И также есть вопросы, которые касаются ПСНЛ или ПНЛ. И я вот буду говорить об инновациях, о показаниях и осложнениях в 2014 году, связанных с ПСНЛ. Извините меня. Да, и эти данные, которые из Германии получены, они показывают за период этого времени все еще увеличивается количество ПНЛ, которые используются. И также мы видим, что не увеличивается ОРС, а ПНЛ растет. Да, вот сейчас я получил то, что мне надо, нужный мой слайд. Если вы посмотрите на вот это небольшое исследование, которое было проведено в 2011 году, которое касается ПСНЛ и ПНЛ, и здесь вот у ОРС, то здесь мы видим, что ПНЛ здесь, когда вот большой размер камней, и вот мы смотрим на процедуры, и вот уровень этих процедур. Я хотел бы сказать этим слайдом, что ПНЛ, он все еще необходим, потому что играет важную роль в урологии, потому что это достаточно эффективный метод, и также это зависит от размера камней, и поэтому у нас есть показания для ПНЛ. И что касается текущих руководств, показания ПНЛ, то здесь говорится, для камней почерка, которые больше двух сантиметров, то ПНЛ является выбором, а для камней от одного до двух сантиметров, то здесь надо шелковая волна терапии, и эндохирургия необходима, это как первый выбор. И для маленьких камней, которые меньше, чем один сантиметр, ПНЛ также является вторым выбором. И также отдельно я хотел бы сказать, если мы посмотрим на те камни, которые находятся в нижней части, то здесь есть неблагоприятные факторы для шоковой волны, но если нет, то шоковая волна и эндоурология, это также ПНЛ, это первое лечение по выбору. А если есть неблагоприятные факты, то мы видим, что камни, которые устойчивы к первой волне, то это шоковая волна, то тогда дифепилум и урология опять являются эндорологией первым выбором. ПНЛ играет также большую роль сегодня, не только он играет важную роль, но также у нас есть инновации новшества в этой теме, которая касается ПНЛ. И первый вопрос, что это постоянно обсуждается, что ПНЛ, как необходимо размещать пациента, как необходимо разместить. И вот позиция, если, например, многие десятилетия позиция, когда пациент лежал на животе, применялась. А вот инновации урологи, они, особенно, которые используют гибкую ротероскопию, они говорят, что необходимо проводить ПНЛ и ротероскопию. Здесь они начали обсуждать вопрос о наилучшем расположении, положении позиции пациента. И они думают, что есть преимущества для пациента с высоким риском, что необходимо положить на спину. И также, особенно, тех, у кого сердечно-сосудистые риски заболеваний, я позже буду об этом говорить. И в Южной Европе, Южной Америке, вот, когда лежит на спине, это вот наиболее приемлемо. И поэтому мы говорим, что если мы положим пациента на спину, то, и мы будем на спину положим, да, то это противоречит. Но здесь менее риска для кардиоваскулярных заболеваний пациентов. Это действительно правильно, когда на спину кладут. Но расположение пациентов, конечно, вот меньше времени уходит, когда человека кладут на живот. И также, когда касается дренажа, если мы положим на позицию лежа на спине, также дренаж лучше отходит из этих оболочек. И что касается сокращения риска пациента, который находится на спине, есть очень хорошее исследование, которое провели в 2012 году, и они сравнивали расположение пациентов на боку, на спине и на животе, и они увидели, что когда находится на спине, это кислород, и мы видим, когда на спине лежит это хуже, получается насыщение кислородом, а когда находится на животе лучше насыщение кислородом. Поэтому нет причин для того, чтобы обсуждать, когда пациенты с высоким риском должны лежать на спине. Есть преимущества. Что касается анатомических аспектов расположения пациента, особенно когда лежит на животе, то здесь более быстрокороткий доступ к тракту, а вот угол, под каким углом, здесь есть больше доступа к почке, и здесь больше вариантов доступа к почке, но также и место для пункции, также здесь лучше, чем когда лежит на спине человека. Поэтому надо думать об этом, о положении пациента, в каком положении находятся. Другой аспект, который я хотел бы тоже сказать, это о мобильности почки, когда пациент лежит на спине. Когда вы проводите функцию почки, то мы видим, что почка немножко отходит в сторону, и поэтому здесь надо смотреть на продолжительность тракта при положении на спине. И также есть ряд исследований, которые сравнивают расположение пациента на спине или на животе. И вот эти исследования, они показали, что фактически операционное время и когда вот почки необходимо освобождать, короче, на прон, вот на животе, чем на спине. И еще исследование, которое проводилось в 2013 году, оно тоже сравнивало положение на спине и на животе, и они говорили, что в наше время было меньше вариантов для, когда лежат на животе. Но с другой стороны, сумма, вот или количество, вот, когда операции были недостаточно хорошо сделаны, это когда на спине лежат пациенты. Также еще есть исследования 2013 года, когда они сравнивают положение супаин и прон, и здесь они не видят большой разницы. И здесь говорится о том, что, что касается предпочтений хирургов и опыта хирургов для тех или иных, ажения пациента, вот, они смотрят на то, которое вызывает больше, находит больше преимущества для того, чтобы суммировать преимущества и недостатки. И вот когда на животе, здесь больше возможности для пункции, находить более широкий угол, и также находить ноги по пути. Но необходимо поворачивать пациента на это время, необходимо комбинировать подходы более сложно. И для, когда лежат на спине, не надо переворачивать пациента. Может быть, это недостаточно комфортно, но необходимо проводить нижнее уринарное давление, и когда находится на животе, это легче. Но что касается более низкого давления, то надо использовать и систему сбора. И здесь, что касается позиции на спине, здесь необходимо больше обучения. Если вы получаете доступ для пациента со спины, для этого надо обучать специально врачей. Здесь мы смотрим комбинные позиции, и здесь мы видим положение, когда лежит на животе, это наиболее легко, удобнее. И что еще? Какие еще инновации у нас есть? И вот так же мы не только проводим мини-ПНЛ, и это инновации, которые касаются мини-ПНЛ. И вопрос самого начала был, который практически говорит, какое определение ПНЛ, и как можно его определить. И у нас даже еще нет стандартного определения для мини-ПНЛ. Это вы должны знать, когда вы читаете публикации по мини-ПНЛ. И определения, они могут разниться, и в основном мы здесь говорим о ПНЛ, который касается от 16 до 20, и вот это касается маленьких кусочков. И здесь небольшое видео, которое я хотел бы показать вам, чтобы вы увидели различия между различного размера и вот когда ультразвуковой, используете прибор, и с одной стороны, с правой стороны ПНЛ. И вот давайте начнем еще раз, чтобы показать это видео. И мы используем волоконный лазер для этого. Сейчас хочу подойти к этому видео. И что вы здесь можете увидеть для удаления фрагментов камней? Для мини-ПНЛ используют вакуумный как эффект пылесоса. И вот хирург начинает забирать фрагменты, и фрагменты следуют этого нефроскопа. И вот с помощью вот этой оболочки, и таким образом вы извлекаете камень, это эффект пылесоса. И вот видение намного лучше, чем другим способом. И это объяснение для эффекта пылесоса. И это принцип Бернули, который работает таким образом, что вы можете увидеть вот в этом эксперименте. Вы думаете, что этот человек, он как бы раздувается между двумя пластинами, но они не разъединяются, они работают вместе. То же самое происходит и в оболочке, когда давление, под давлением камень выходит с помощью нефроскопа. Это хорошо видно. И вы можете также использовать щипцы. И также есть показания, руководство по показаниям для многих ПНЛ. Но, что в руководстве не говорится, что ПНЛ, он упоминается и вот для камней, которые больше, чем 2 сантиметра, или между одним и двумя сантиметрами. И вы можете увидеть, что мини-ПНЛ, он используется в эндокурологии, но также нет специальных рекомендаций для мини-ПНЛ, в руководстве еще пока не разработали. И я хотел бы показать вам несколько публикаций, которые изучали ПНЛ, мини-ПНЛ, и вот с чем конкурирует ли мини-ПНЛ, с ПНЛ или с оретроскопией. И вот были проведены исследования в 2011 году, и они смотрели гибкую оретроскопию. И вот мы видим те же самые камни в пределах 1-2 сантиметра. И что мы здесь видим? Здесь общие процедуры, они меньше уходят времени на ПНЛ, и для мини-ПНЛ меньше уходит времени. И также мы видим, что можно убрать через 2 недели выше вариант того, что можно извлечь камни из организма. И другие публикации, которые сравнивают гибкую оретроскопию и также тот же размер камней в пределах 2 сантиметра, что они говорят, что меньше времени уходит для работы с мини-ПНЛ, и также более высокие размеры можно забирать с помощью мини-ПНЛ. И также мы говорим, что он может конкурировать с гибким оретроскопией. Также были проведены исследования, которые сравнивали мини-ПНЛ с условным, традиционным ПНЛ. И здесь говорят, что нет большой разницы. Но что здесь они увидели, что здесь большая разница существует в болях и в использовании анальгетиков. И это большая разница. И здесь мы видим, что меньше боли испытывают пациенты в мини-ПНЛ. И это приводит к тому, что многие ПНЛ, они исполняются без трубочек. И позже мы к этому перейдем. И вот, а также прогноз кровотечения. Это также обсуждалось в комбинации с мини-ПНЛ. И что меньше диаметр и означает меньше кровотечения. И также ямакучи. Здесь один из факторов, который используется при кровотечении, то это категория оболочек. Чем меньше оболочка, то меньше будет трансфузии и меньше будет кровотечения. А больше вот этот кожух, который применяется для проволоки, то тем больше будет кровотечения. И руководство Европейской ассоциации урологи. Говорят, что выгода от таких миниатюрных инструментов остается противоречивыми. Но есть доказательства, которые демонстрируют снижение риска кровотечения и трансфузии. И многие ПНЛ, они не являются как бы окончанием истории. И также есть желание продвигаться дальше, чтобы еще изготавливать менее миниатюрные. И сейчас есть ультра-мини-ПНЛ и ультра-мини-ПНЛ. Это те инструменты, у которых есть от 11 до 13 единиц диаметра этого кожуха. И минимальная дилетация, сокращается кровотечение. И здесь необходима астента или нефростомия. И в настоящий момент у нас еще не так много данных по ультра-мини-ПНЛ. Это пока только одно исследование 2013 года проводилось. И 29 пациентов использовалось, а все были без трубочек. И это в настоящее время говорится о размере камней. И также сравнение с гибкой альтероскопией. И вопросы, которые возникают с ультра-мини-ПНЛ. С чем же они могут конкурировать? И в основном с гибкой альтероскопии. И также смотрят на то, какие есть преимущества. Эти вопросы еще открыты в настоящий момент. Они изучают преимущества. Если вы хотите еще дальше идти, то также есть иголка, которые... Вот и иглы, которые... Вот они используют оптическое волокно, вот лазерное. И они могут проводить опункцию почек с визуального контроля. И они также СМИ видят, что это снижает заболевание. И очень часто можно правильно расположить местонахожение для пункции. И можно идти даже дальше. И сейчас используют дезинтеграцию камней через 4-5 размеров. К примеру, кожуха для иглы. И проблема с микропоркуацией, то, что вы можете... Не можете эвакуацию проводить или извлечение фрагментов. Что вы можете только сделать, это убирать пыль, убирать пыль от камней. И также вот здесь тогда ограничиваются уже возможности прибора. И также, что здесь это тоже вопрос остается открытым по преимуществам и конкуренции. И пока еще не так много у нас информации о микропНЛ, потому что публикации есть только 2013 года. И где-то камни вот и меньше, полтора сантиметра диаметра. И в данный момент сравнивают с гибким уритроскопией. И также сравнивают осложнения, которые могут возникнуть. И поэтому мы ждем получения больших данных для того, чтобы уже давать показания, изменения таких процедур. Ну и еще другая технология, которая вот приходит, появляется для использования ПНЛ. Это то, что аргументирует мобильная реальная система. Вот в реальном времени работает мобильная. И она вот получает сети данные и в трехмерном изображении. И также синхронизирует также с таблеточной PC. Вот я тут некоторые слайды пропущу. И вот такая камера таблеточная. И это в реальном времени показывает картину, изображение сети сканера, трехмерное изображение, которое можно будет вводить в пациенту. И затем можно посодействовать на пункции. И это вот экспериментальные приборы. И вот проводится анестезия. И вы видите, что здесь пользуются преимуществами, продвинутым примером. И это вот накладывается на пациента. И пункционная игла. И вот ее можно контролировать согласно вот этим изображениям. И это вот новые приемы, техники, которые будут доступны, наверное, уже через несколько лет. И также я еще вот говорил по инновациям. А теперь хотел бы поговорить о сосложениях немного. И есть вот одно осложнение, если можно его назвать, нефростомия. Что вот еще с нефростомией. Должны быть еще стандарты. Используем ли мы без трубочек PCN или с трубочками или со стентами PNL применять. И какие проблемы, которые связаны с PNL без трубок, которые обсуждаются в течение многих лет. Дело в том, что если PNL без трубочек, тогда вы теряете доступ. Поэтому если у вас будет проблема, тогда, то есть получается, вы теряете доступ. А если вы получите стенд и будут идти антиградные стенды, тогда, получается, потребуется соскобия позже, чтобы для того, чтобы можно было вытащить этот стенд. И потом, то, что касается без трубочек, тогда мы говорим, ситуация с гемостазисом или нужно будет, или закрытие тракта будет. Это, опять-таки, те, кто сравнивает большой PCN по сравнению с малыми или двойными. И вот что можно увидеть, это послеоперативная боль, она во многом зависит от размера фростомия. А осложнения, они примерно одинаковые. Но вот именно от фростомия зависит, какова будет сила боли. Еще вот одно исследование, которое проводилось в 2013 году, и оно показало количество 448. Это был ретроспективный анализ, был показан. И вот они показали PCN, относительно US или DJ. И они показали, что это краткосрочное пребывание в больнице в отношении US или DJ. И меньше осложнений связано с кровотечением, когда это US, DJ, и меньше боли, когда US, DJ. Но вот то, что касается закрытия тракта. И закрытие тракта, используя шелетин, метрикс, флозил. Насколько есть, разницы между ними или нет. В общем-то, нет достаточно данных на сегодня. Сегодня мы, в общем-то, рассматривали одно исследование, в котором было задействовано всего 20 пациентов. Но на сегодня мы не видим никакой разницы между пациентами, у которых было закрытие тракта, или у тех пациентов, у которых тракт не закрывался. То есть пока очень рано делать какие-либо заключения. Но на сегодня мы не видим разницы. Еще одна ПНЛ у пациентов старшего возрастной группы. То есть ПНЛ у пациентов, которые старше 70 лет. У них более высокий уровень осложнений. Но они находятся в больнице примерно такое же время. И, в общем-то, СФР у них достаточно сравнимый. То же самое в отношении у пациентов с личной тучностью. Точно так же Фуллэр проводил исследование. У них меньше СФР, хотя время, так сказать, для операции больше. Но то, что касается уровня осложнений, то оно примерно одинаково. И, опять-таки, у них должно быть больше дополнительных интервенций. Сказав это, я хотела бы поблагодарить вас за внимание. И вы можете задать вопросы. Спасибо.